Привет, ребята! В одном из своих видео я делал обзор на электрогенератор, который мы приобрели для резервного питания нашего дома. Изучив тему довольно глубоко, я узнал, что подключать генератор к электросети дома через розетку неправильно. Поэтому решил заморочиться и подключиться так, как надо. Общая схема подключения примерно такая. Генератор подключается в щиток через трехпозиционный переключатель. Более простая схема правильного подключения выглядит как-то так. Однако для некоторых газовых котлов с электронным розжигом и других фазозависимых приборов необходимо проделать дополнительные манипуляции с проводами. А именно, у бытовых электрогенераторов нет ноля. Из розетки генератора выходят две фазы по 110 вольт. Чтобы одну фазу преобразовать в чистый ноль, нужно любой из проводов, выходящих от розетки генератора, соединить с землей. Лучше, чтобы у генератора было автономное заземление, как на первой схеме. Но можно заземлить и на общий дымовой заземляющий контур, как это сделал я. Прежде всего, я просверлил отверстие в стене веранды, где у нас установлен электрический щиток. Установил разводные коробки с обеих сторон и протянул провод. Я использовал гибкий треужильный кабель сечением полтора квадрата. Этого вполне достаточно для генератора, мощностью до 3 кВт. Затем подключил провода от основной линии и от генератора к двухполюсному трехпозиционному переключателю, установленному в отдельном боксе. Многожильный провод опрессовал специальными клеммами для лучшего контакта. Лучше такие провода пропаять, но мой паяльник приказал долго жить, а новый еще не доставили. Купленный мной переключатель позволяет заводить подачу электроэнергии от двух разных источников. В моем случае от сети и от генератора. Первое, нижнее положение, включает подачу от столба. Среднее положение полностью выключает питание. Третье, верхнее положение, подключает ток от генератора. Заземляющий провод от генератора я присоединил на общую шину заземления в щитке. Понимаю, что лучше было бы все это хозяйство смонтировать в одном большом щитке. Я так и сделаю немного позже. А пока все скрутил на скорую руку. Поэтому выглядит все это хозяйство, честно говоря, не очень. В уличной коробке сделал разводку на ваговских клеммниках. Соединил между собой заземляющие провода, фазу и нулевые провода. Вторая фаза из генератора соединилась заземляющим контуром. И от них пошел на щиток чистый ноль. Теперь выключаю питание в щитке. Подключаю провода к генератору и завожу агрегат. После прогрева закрываю дроссель и включаю питание от генератора. На вольтметре 230 вольт можно запитывать дом и газовый котел. Да будет свет! Котел тоже включился исправно и стабильно работает, что и требовалось получить. Большое спасибо за просмотр! Если у кого-то возникнут вопросы, пишите в комментарии. С удовольствием отвечу. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!